Всем приветик, всем доброе-доброе утро! Как ваше настроение? Как ваше ничего? Напишите, пожалуйста, у меня настроение прекрасное. Почему? Потому что, во-первых, сегодня у Сашки день рождения, но я туда не поеду, я уже позвонила, поздравила, на карточку ему подарок сбросила. У меня очень сильно болит голова, поэтому я никуда не поеду. Плюс у нас сегодня еще очень большая жара, и сложно мне будет доехать. И потом в таком настроении ходить тоже не сильно хочется. Поэтому я извинилась, сказала прости, пожалуйста. Но ему там я и не нужна на самом-то деле. У него там свои друзья, своя компания, пацаны. Пусть отдыхают, пусть гуляют. Я сейчас единственное, что пойду схожу на почту, потому что мне наконец-то приехали мои стекла, которые я смогу поменять, потому что этот антишпион уже все. У меня уже не хватает терпения, у меня уже не хватает сил. И думала, что планировала еще все эти дни сегодня на пляж поехать, но и на пляж не поеду. Очень плохо себя чувствую, мне нехорошо. У меня головная боль началась со вчерашнего вечера. Причем такая настолько адская, что я заснула и напилась таблеток. Начался дождь. Я думаю, о, дождь пошел, наверное, голова пройдет. Утром проснулась с головной болью, и поэтому я так предполагаю, что у меня мигрень началась. Но она у меня началась еще раньше. Я просто немножко ступила, потому что когда у меня начало падать зрение, у меня же аурообразная мигрень, и когда она у меня начинается, у меня начинает падать зрение. Я думаю, блин, зрение упало, голова не болит, нормально. Не буду пить таблетки. А надо было, а надо было именно тогда их пить и начинать. Я дождалась, когда она начнет болеть, когда зрение более-менее восстановится. Ну, и теперь я мучаюсь головной болью. Короче, я пошла на почту. Вернее, сейчас немножко, наверное, хвост сделаю. Не буду сегодня сушиться. Жарко очень. И заберу свои стекла и буду переклеивать. Шпион меня бесит. Я не знаю, что Шанти хочет, но она бегает туда-сюда, туда-сюда. А, я знаю, что она хочет. Она за мухой охотится, которая тут ей покоя не даёт. Просто это муха. Вот, понимаете, муху она видит хорошо. А меня на площадке она видит плохо. Ну, и муху она потеряла. Где-то она летает, но Шанти не знает, где она летает. Добюшка тоже всё у него хорошо. Уже погуляли, покушали, да? Тоже хочет, чтобы я что-то ему сделала. Наверное, почухала, не знаю. А ты, Русик. А ты, Русик. Ну, а ты, Русик, у меня здесь, как всегда. У нас ещё даже есть свет, поэтому я собираюсь и пойду. Наверное, не буду я ничего такого делать сверхъестественного. Одену вот эти вот шорты и одену свою... Свою. Боже мой, что у меня тут? Матерь Божья в отделении. Одену свою новую футболку. Вот эту. Да, потом буду убирать. Не судите строго. Вот эту футболку одену, которую я купила. Беленькую. Вот так. Нормально? Просто нормально. Что-то пошло не так, и я решила всё-таки волосы посушить и... Короче, немножко выровнять. И сейчас читаю комментарии на YouTube, и мне там очень много вопросов задают по поводу спрея, которым мы брызгаем свою шевелюру. Вот этот вот спрей Богиния 12 в 1. Просто обалденный спрей, ребят. Волосы от него становятся мягкими, шелковистыми, ровными, и реально он классный. У меня тут уже... Я каждый день им пользуюсь. Но я каждый день мою голову и каждый день им пользуюсь. Кира через раз. Она вообще у меня такая, что... Раньше, знаете, когда была маленькая, всякие там масочки, косметика, ей было нужно. Сейчас немножко уже подросла, и всё. Ей уже такого ничего не надо, ей уже ничего не интересует. Это тут так вот так. Кира, попользуйся, Кира, попользуйся. Смотрю, что мне уже надо покраситься. Да. Ладно, не сегодня это буду делать. Сегодня голова болит. Сегодня надо идти быстро на почту, потому что сейчас отключат свет, а без света почта не выдаст мне посылку. Я собралась. Нужно срочно забирать посылку. Сейчас вырубят свет, и я потом ничего не заберу. И, наверное, ещё зайду сегодня, куплю перчика фаршированного, приготовлю на вечер, чтобы сильно не заморачиваться. Надеюсь, надеюсь, что вот эта вот вещь к вечеру хотя бы включится. Но у нас сегодня его в 12 должны выключить. Сейчас 11, я побежала. Ох, сегодня и солнышко пекучее. Прямо жарко-жарко. Мега так, как было пару дней назад. Но у нас обещают сегодня и завтра опять вот эту вот лютую-лютую жару. Поэтому сегодня точно голубцы, чтобы ничего на плите не готовить. А пока посылочка. Боже, сколько там людей. Да, сегодня, конечно, людей очень много. Поэтому придётся здесь немножко духотепо стоять. Не прошло и часа, как я забрала свои две посылочки. Пришла в свою любимую Галю Балову, ну а тут закрыто. Я не знаю, правда, по какой причине. Может, они сейчас откроются, но рабочий день сегодня есть. Представляете, прохожу, пока что не могу. Кукуруза, кукуруза уже по 18 греет. По 18! Зачем мы её пошло продавали, я не имею понятия. Смотрите, как у нас уже нахмурилось всё. Сейчас будет дождик, наверное. Когда Лёшке звонила, ну, Сашку поздравлять и его поздравлять, он сказал, если вы приедете, то приезжайте не на 11 часов, как планировалось, а на часа 3, потому что в 12 часов обещают грозу. А они хотят на набережной, на пляже праздновать день рождения. Поэтому сейчас, наверное, что-то пойдёт душно очень сильно. Ну, и моя голова, конечно же, говорит, что будет дождь. Я ключи где-то потерю. Как парадного, хорошо. Так свежо, так классно. Так. Ты, привет! Дома ещё никого нет. Оказывается, дома есть Кира? В магазин ходила, зайка. Есть. О, боже, хорошо. Кира приготовила завтрак. А я... А я... Что я принесла домой? Мерный стаканчик. От... С продавцами отмеряли, кто сколько должен есть. Суточная доза для Теры, суточная доза для Доби, суточная доза для Шанти. Надо сейчас по-новому написать, потому что здесь стёрлось. Ещё корм коту-собакам. Потом взяла солянку. Взяла котлеты. Немножко пополняю холодильник, потому что у нас же он пустой. Теперь надо его пополнить. Чебуреки. Очень вкусные чебуреки у Гали балованы. Галу... Вернее, да, голубцы. И фаршированный перчик. Всё. И, конечно же, мои посылки. Давайте посмотрим. Давайте. Что-то вообще, да? Ничего не видно. Ну, блин, так получается. О, так много лучше. Так, ну что, давайте посмотрим. Так, ванпус-сылка, ванпус-сылка. Ах, ножички как раз тут есть. Это, по идее, должно быть не стекло, а а-ля типа плёнка. Ух ты. Интересно-то как. Одна. Вот такая вот. Непонятно, на какой телефон, честно скажу. Потому что там было на все телефоны сразу. Ну, это просто а-ля типа плёнка. Она должна быть как жидкое стекло. Здесь салфеточки. И ещё даже тут есть вот такая вот штучка, чтобы телефон-то шик-шик делать. 14 Pro. А! 14 Pro, то есть это на мой. Есть. И, и ещё, и ещё. Значит, вот это вот что-то будет непонятное. Короче, я не знаю. Я уже не помню, что я заказывала. Честно вам скажу. Я так быстро это всё делала, что уже не помню, что. Китя, ты что там уснула? 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 Опа. Боже, я думала, тут ничего нет. Оказывается, есть. А тоже три таких штучки. И три обычных стекла. А вот стекло тоже самое обычное, самое простое. На какой телефон, я не знаю. А я что, заказывала всё на какой-то один? На какой же это у меня телефон теперь получается? Снег, пожалуйста. Снег, нет, уйди. Не надо сюда залазить. Здесь вообще без опознавательных знаков. Не подходит. На 14-й, ой, на 11-й не подходит. Ну, наверное, значит, на этот. Вот так. Да. Это на телефон и на мой можно будет, и на Кирин можно будет. Единственное, что я не могу понять, почему нету дырочки для камеры. Может быть, она так и должна быть, типа камера тоже должна быть защищена. Но это уже просто обычная белая. Так что, если Кира захочет, она себе тоже поменяет. Я себе тоже поменяю, потому что я не могу с антишпионом. Всё. That's all. That's all. Можно закрикать. А Кира пока что сказала, что ДТЭК прислал сообщение о том, что свет у нас сегодня будут отключать с пяти уже до вечера. До десяти. До десяти, да? Да. До десяти? До одиннадцати. До одиннадцати. Поэтому у меня как раз есть время на то, чтобы позавтракать, на то, чтобы приготовить, покушать, и на то, чтобы поменять себе стекло. И ещё хочу сегодня себе сделать маникюр. Кира, пока дождёшься, можно сойти с ума, поэтому буду себе делать сама. Буду, знаете, как это говорится, расслабляться. Всё. Есть. Поменяла стекло и начала себя видеть. Это, 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 это круто. Вижу теперь себя со всех ракурсов. Вижу теперь себя и в темноте, и на свету. И это намного, намного лучше. Всё. Я мега довольна. Здесь поставила бутылку с холодной водой. И направила немножко, чтобы освежить квартиру. У меня даже сейчас стал телефон лучше работать, потому что с тем стеклом оно было очень толсто. И у меня бывало такое, что я тык на камеру нажала, а она не нажалась. Я иду, рассказываю что-то, рассказываю, а потом бац, а я ничего не снимаю. Кира, скажи, пожалуйста, как у тебя так получается ходить на свидания, как раз, когда начинается дождь? Реально? Да. У тебя этот прикол какой-то? Не рад. Ну, ладно, прикалывайся дальше. У меня какая-то магия произошла с моим компьютером. Если вы помните, то у меня тут не работали вот эти вот клавиши. А теперь смотрите. Всё заработало. У меня теперь вообще все клавиши работают. Как это произошло, я не знаю. У меня теперь всё работает в ноутбуке. Уникально просто. Не работало, не работало. Тут бабах, всё. Есть, готово. Короче, я пошла готовить кушать, потому что поп-второго. А мне нужно всё сделать до пяти часов. Я себе накрасила целую руку. Это очень сложно было. Кое-где, конечно, затекло. Это можно потом убрать. И вот этот ноготь у меня вообще печальный. Ну, это такое дело. Уже сама делала со своим зрением. Но цвет мне очень нравится. Красивый такой. Вот этой вот фирмы делала я где. Бэйби Наоми, номер 013. И смотрю здесь фильм, называется «Незнакомцы». Что вам сказать? Человек со зрением минус 70, но я сделала себе маникюр. Конечно, есть немножко где бока, есть где я до этого подёрла. Но вообще получилось очень хорошо. Пойдёт нормально. По крайней мере, у меня теперь аккуратненькие ноготочки. Масло. Масло. Обязательно масло. Которое я понятия не имею где. Вообще не знаю. Потому что тут у меня Кира делала какую-то уборку. И теперь здесь найти и всё. О, всё. Есть. Пофиншую. Тим, 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 тим. Тим. И уже новый фильм смотрю. Кстати, фильм «Незнакомцы» посмотрела. Очень интересный. Советую. Но будет продолжение. Будет вторая часть. Я думаю, вторая часть будет «Мсьщу незнакомцем». Или «Мсью незнакомцем». Ну, короче, что-то такое будет. А сейчас какое-то наводнение включила. Просто так на фоне, чтобы играла. У меня сегодня просто радость рогасущая. И маникюр себе сделала. И ноутбук у меня заработал. И вообще всё шикарно. И стекло себе поменяло. Представляете? И всё, бомба. Ушка. Мерялка. И перец варшированный я тоже сделала. А теперь можно покушать арбузик. Вышла на прогулку с каракатицами. Одна каракатица. Вторая каракатица. Третья каракатица. И наш главный каракатиц. Пацан. Привет тебе. Ой, я так спать хочу чего-то ужасно сильно. Солнце такое противное сегодня. Вот я такое солнце не люблю. Оно, знаете, я уже много раз говорила. Оно как в каком-то тумане. В какой-то пелене. Но у меня хоть, слава богу, немного голова перестала болеть. Это тоже плюс. Я вот это вот сейчас сижу и думаю, что я хочу такой же цвет себе сделать на ногах. Наверное, приду домой, буду делать себе ещё и педикюр. Я себе ещё и педикюр сделала. Одинаково теперь всё. Ну, а цвет этот на ногах... Ну, сюда не видно. Ну, вроде ничего. Симпатичный. Короче, ладно. Кира только что позвонила. Говорит, можно у нас суйка останется на ночёвку? Я говорю, ну что сделать? Можно? О, боже, снег! Ну, дай хотя бы немножко поговорю. Не даю. Ходила в магазин заколать. Снег выскочил. Надо теперь его спускать. Это кошмар какой-то. Так плохо. Да дверь закрыта там внизу. Я сегодня ночью, чтобы вы понимали. Пошли, я тебя выпущу. Идём. Пошли, выпущу. Не хочет. Теперь он не хочет. Я, короче, сегодня ночью два раза спускалась. Спускалась. Не просто открывала дверь, а спускалась, чтобы его выпустить. Потому что он такой весёлый кот, что он может, знаете, как сделать кучку, если хочет сильно в туалет, а сходить некуда. Вот такая вот история. Не, маникюр прикольный. Мне нравится. Недолго музыка играла. Пошли, я тебя выпущу. Давай. Ой, боже, несчастье ты мое. Пошли. Сейчас пытаюсь Кире дозвониться. Чтобы она уже домой шла. Написала, идёт с Викой. Не с Викой, не без Вики. Нет, ты красиво сидишь. Пошли. Иди гулять. Давай. Давай. Зайка, я не поняла, вы где? Мы их не маркете. Давайте уже, наверное, домой. Давай. А, ну, я идём, там в прошлую очередь была. Давай. А ты где? Я снега выпускала. А, ну, может, нас подождать? Ну, давай. Давай. Меня все заставляют ходить туда-сюда, туда-сюда. Снег, я тебя выпустила на улицу. А кто там? Вроде никого. Вещи строителей. Которые никак не строят. Ну, вроде никого нет. Девочки. Где же мои девочки? Ой. А я им, знаете, что сказала? Я им сказала купить Кока-Колу. Пошла сама купила. Ну, будет у нас много Кока-Колы. Почему бы и нет? Ух ты, пух ты. У тебя такие же штаны? Да, похоже. Прикольно. За пшари. За сколько? За песяк. Покажи магазин, где ты покупаешь. Слышка. Понятно, прикольный. До 25-го года, нормально. Класс. А что вы такие серьезные? Спать хочется. Слышка. Сама Кира, понятно? Маникюрщица. Фиговая. Оказывается, сегодня все не выспались из-за Киры, которая поставила кучу будильников, потому что подумала, что мы поедем в Ирпень. Потом она подумала, что она должна ехать на дождливое свидание, и из-за этого не выспался никто. Короче, все, я... Люблю такое. А? Люблю такое. Короче, все, я готовлю им ужин, себе тоже. Кормлю, и мы можем все спать, потому что я тоже хочу отдыхать. Всех люблю, всех целую, или наоборот. И всем пока-пока. Пока-пока. Пока. Она привет говорит.